Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Ерута на канале Дневник Дезинфектора и уже наша постоянная рубрика «Разбор полетов». И сегодня мы расскажем невыдуманную историю о вредителях. Наш сегодняшний гость Полина. Полина, здравствуйте! Спасибо большое, что нашли время для нас. Здравствуйте! Полина, расскажите, пожалуйста, мне и нашим зрителям, как вы впервые и вообще с какими вредителями вы столкнулись? Ну, в данной ситуации мы столкнулись с нашествием клопов. У меня пожилой папа, и он не заметил, что к нему пришли новые жильцы в квартиру, и они развелись до не очень приличного состояния. И мы заметили, когда к нам домой приехали, собственно, на папе. Ну, он уже старенький у меня. Вот. Мы запаниковали, и я начала искать компанию, которая нам проведет обработку квартиры, потому что нам стало страшно, потому что клопы плохо выводятся. Вот. И я посмотрела в интернете, читала отзывы. Вот. Ну, собственно, таким образом нашла вашу компанию, и мы заказали мастера на обработку. Ну, да, это, кстати, хороший момент. Вы сейчас вспомнили по поводу выбора компании. Это частый вопрос наших клиентов. Чуть попозже вам задам наводящий такой вопрос. Вот меня все-таки интересует по поводу вашего папы. То есть конкретно у папы жалоб на укусы не было. То есть вы просто визуально сами заметили непосредственно на одежде, да, я так понял? Да, то есть он у меня уже в возрасте, и у него есть проблемы некоторые ментального характера, поэтому он, да, он не заметил. Просто не заметил, что его кусают. Он приходит в гости к нам всегда с длинным рукавом, и поэтому я не обращала внимания, что он весь покусанный. А потом, когда я его в футболке увидела, у него все руки были разодраны. Вот. А заметили мы, да, было насекомое, вот, и муж такой, его прихлопнул, там кровь внутри. Ну, то есть красная. Ну, сначала не поняли, что это. Он мне приносит это вот размазанное непонятно что, говорит, я насекомое поймала. А на улице минус 20. Это было 1-2 января где-то так было. Ну, вот. Я что-то не поняла ничего, сидела, думала, что вообще может быть. Вот. И, собственно, стали гуглить, и я картинку им показываю клопа, я говорю, вот такая, такая. Ну, да, такая. И тогда мы испугались уже и начали разбираться, в чем дело. Вот. Вот, когда вы поняли, что это клопы, вы какие-то действия самостоятельно предпринимали, вот, в плане выведения? Может быть, травили каким-то порошочком, какими-то, может, народными средствами? Ну, на первом этапе нет. Потому что я дико боюсь всех этих насекомых, и жить с ними, пока они там от порошочка умрут или не умрут, я не хотела. Вот. Тем более, что раз он пополз по нашей квартире, значит, возможно, он не первый, который просто... И вдруг у нас тоже живут. Поэтому мы даже не рассматривали вариант народных средств, сразу обратились к более серьезным... Полина, вот, встреча с вредителями, особенно у себя в квартире, ну, это достаточно редко бывает у людей. И вопрос сразу первый. По каким критериям вы начали выбирать службу дезинфекции? Ну, я просто забила в Яндексе обработку квартиры от клопков, посмотрела сайты, которые мне понравились, почитала отзывы, ну, как и везде, были положительные, отрицательные. Мне понравилось, что про вашу компанию писали про конкретного мастера, который нравился, и ваша компания отвечала на комментарии, которые писали и на позитивные, и негативные. То есть, общение происходило, поэтому мы выбрали именно вас. Все понял. То есть, все-таки люди выбирают по отзывам. Ну, я, в общем-то, по себе тоже сужу, если какая-то мне услуга требуется, я начинаю шерстить интернет, читать отзывы, тоже смотреть купленные, некупленные эти комментарии, ну, отзывы, я имею в виду, потому что часто в наше время и такое попадается. Отлично. Скажите, пожалуйста, вот вызвали вы службу дезинфекции. Как-то просили вас в квартиру подготовить перед приходом мастера? Нет. Мы в итоге обрабатывали дезинфекцию. И свою, и папину одновременно. Вот. Мы делали, мы... Ну, то есть, после обработки нам сказали, что сделать. Там, текстиль весь перестирать, влажную уборку через какое-то количество часов сделать, там, то-то не делать. Ну, то есть, объяснили, что делать после. А подготовками какой-нибудь недели мы только эвакуировали котов и ребенка из зоны обработки, и все. Очень интересный момент. Хорошо, мы его обсудим с коллегами. Но, тем не менее, то есть, сколько у вас прошло обработок? Мы в своей квартире, где живем, обработку сделали, потому что мы... Всякий случай. И, честно говоря, после... Ну, именно в своей квартире, где мы живем, после обработки через две недели рассыпали порошок, который нам друг посоветовал. Вот. Но это мы сделали, потому что мы больше не видели следов насекомых, никаких признаков. И мы это сделали на всякий случай, потому что, мне кажется, нам одной обработки хватило. Просто я паникер. И, на всякий случай, еще воспользовались вторым средством. А в квартире, где отец, сделали две обработки с разницей в две недели. Вот. Но это была съемная квартира. Больше я там ничего не делала. То есть, мы сделали две обработки. Сделали капитальную уборку. В квартире никого не нашли живых. Вот. Отдала ключи хозяйке. Честно говоря, что дальше подходит, я не знаю. Но, возможно, там кого-то еще надо будет думать, потому что мастер нас сразу предупредил, что ситуация очень непростая там. Я понял. Да. Вы в своей квартире сделали профилактику на всякий случай, да, для успокоения своей души. А непосредственно у папы уже были истребительные работы. Вы после обработки заходили, вот, ну, лично вы в квартиру чувствовали какой-то, может быть, запах после обработки? Ну, такой специфический, да, для средств. Какие-то, может быть, пятна на мебели, на полу, ничего такого не замечали, не обращали внимание? Пятен? Нет. На стеклянных капельки были, но, понятное дело, что везде распыляли. Вот, это все, ну, несложно было раствором промыть. Запах тоже сложно, потому что не могу, я имею все-таки присутствие первые несколько дней точно, вот. И я не знаю, с чем связано, у меня в квартире чем-то копченым стало пахнуть, но я не уверена. Так, ну, мы никакие дополнительные отдушки не применяли, запах копчености, ну, может быть, конечно, кому-то нравится, но это точно не наших рук дело. Вот, и запах как-то оставался некоторое время. Вот так в целом, нет, через несколько дней уже запаха не было. Понял. То есть, в целом, вы вот, объективно, да, если посмотрите на нашу услугу, вот, положительные, какие-то, может быть, негативные эмоции у вас остались после обработки? Вот, честно, прямо вот как есть. Ну, негативные эмоции – это, в принципе, что обработка понадобилась, она не связана. Ну, в целом, я бы сказала, что положительные впечатления, потому что я боялась, что плановать, разводить на какие-то огромные деньги, потому что нас друзья предупреждали, что вот, приходят и видят, что люди готовы на все, получают какие-то невразумительные суммы, вот, нам обработка обошла, боже, там, на тысячу или на тысячу, менеджер изначально говорил, но это связано с тем, что мы попросили мастера сделать более ядреное средство. То есть, он нам объяснил, что есть средство номер один, средство номер два, я уже не знаю, какие они называются. Полин, извините, перебью вас, немножко связь прервалась. Вы говорите, на какую сумму больше от той суммы, которую вам озвучили менеджеры? Больше тысячи или две, это было наше решение. Вот, и мы просто попросили его сделать более едким средством обработки на всякий случай. Вот, и тоже мы были, ну, он нас сказал, что может потребоваться до четырех обработок в некоторых ситуациях, то есть, тоже для нас не было сюрпризом, поэтому мы были морально готовы и к большему количеству, ну, чем две обработки папиной квартиры, но, в общем, того я сказать не могу. Нам все понравилось. Вот, мастер был, ну, как, все рассказал, мастер пришел вовремя, все рассказал, вовремя, кстати, да, это очень важно. Пришел вовремя, все рассказал, менеджер тоже нормально все проконсультировала, позже тоже писала, звонила, спрашивала, все ли в порядке, требуется ли еще. Ну, то есть, все понравилось. Не могу ничего плохого сказать. Приятно слышать, спасибо большое, что доверились нам, что обратились в нашу компанию. Полин, может быть, хотите что-нибудь пожелать нашим зрителям, пару слов? Ну, пожелать, чтобы вы им были не нужны, наверное. Ну, это объективно, все правильно, я с вами абсолютно согласен. Не знаю, наверное, пожелать, чтобы люди не доводили свои квартиры. Конечно, нужна больше, чем одна обработка, потому что могут прийти от соседей, и к одному гостю, но с этим, в принципе, реально справиться. Не знаю, это сложно, пожелать кому-то что-то, связанное с насекомыми. Полина, ну, в целом, вы очень красиво все озвучили, да, свои мысли. Здорово, спасибо большое еще раз, что, скажем так, ну, пошли нам навстречу, выделили время в своем графике. И я, наверное, пожелаю вам и всем нашим зрителям, пожелаю просто жизни без вредителей и удачи во всех делах. Спасибо вам тоже, удачи. Все, Полина, еще раз благодарю. Счастливо, спасибо за обратную связь. Счастливо, спасибо за просмотр! Продолжение следует...